Всем тихой ночи. Я, честно говоря, работал над совершенно другим роликом, но кое-что достаточно заметное происходит в фандоме SCP, что уже просто нельзя игнорировать. Для начала сразу несколько крупных ютуберов ушли из этой вселенной, причём действительно больших и весьма успешных. Что же произошло? Для начала все видео со своего канала удалило таксифоид, что удивило многих, ведь его анимации собирали более 2 миллионов поклонников, что делает его самым крупным каналом по SCP как таковом. Да и сами ролики собирают какие-то фантастические просмотры, некоторые больше 10 миллионов. Какое-то время создатели канала молчали, но вскоре от них вышло объяснение этой ситуации, заключающееся в том, что SCP это мол-хоррор, и автор больше не хочет заниматься этим жанром. Да и вообще надо двигаться дальше. Пост крайне странный, а объяснение выглядит предельно неправдоподобным. Хотя зерно здравого смысла тут есть. Да, SCP это хоррор, и многие стали забывать об этом. И хоррор для взрослых людей. Ведь зарегистрироваться на сайте фонда можно только с 18-летнего возраста. И сами по себе некоторые из статей имеют такое возрастное ограничение, что сделано не просто так. Авторы фонда никогда не стеснялись затрагивать какие-то жёсткие взрослые темы. При этом у Войда в основном собралась очень молодая аудитория, к которой истории с сайта могут не подходить. С такой аудиторией вроде бы логично переходить на контент попроще. Может на какие-нибудь менее жёсткие страшилки, или что-то с детективным сюжетом. Он же детектив в конце концов. Но только ли в этом причина? Попробуем разобраться. Когда я увидел, что на канале Войда пропали видео, сначала я подумал, что дело в страйках. Канал этот в своё время был знаменит тем, что кидал страйки направо и налево. Что противоречит лицензии, по которой контент PSCP распространяется изначально. Как работает лицензия PSCP я когда-то делал видео. Оставлю ссылку в описании. Если кратко, одно из условий творчества PSCP это то, что нельзя запрещать другим использовать ваше творчество, пока другие указывают вас как автора. А канал детектив Войда как минимум однажды нарушил это правило, кинув страйк другому ютуберу. И как-то я подумал, что эта ситуация дошла до команды лицензирования PSCP. И видео пропали именно по этой причине. Но ситуация оказалась сложнее. На сайте О5 ничего такого даже не обсуждается. А в дискорде один из представителей сайта SCP говорит, что сейчас у них к Войду нет претензий. В чем же тогда дело? Слегка осмотревшись в информационном пространстве, где я обитаю, я увидел, что пропали многие другие крупные каналы, связанные с SCP. Вот те же хроники. Попросту перестали делать новые серии. Уже как год не видно доктора Боба. Что происходит с каналами по SCP? Все эти каналы объединяют одна общая черта. Это анимационные каналы с мультяшными персонажами. Я слышу, кто-то из вас уже подумал, что этот канал тоже анимационный и с персонажем. Но вообще-то я в игре нахожусь. SCP Lost Signal называется. В одной из будущих версий этой игры могу даже открыть переход прямо в это помещение, если хотите. Но суть в чем? Если этот канал делает всего один бывший разработчик инди-игр, то вот анимации создаются целыми студиями. Это вообще-то бизнес, где нужно внимательно следить за доходами и расходами. Ведь им надо арендовать офисы и плодить сотрудникам. А русскоязычный контент в интернете сейчас монетизировать крайне сложно. Да и получить те копейки, которые YouTube все же начисляет, ну почти нереально. Где-то там они копятся до лучших времен. Большинство блогеров живут только с донатов. Так что у студий, делающих контент, сейчас определенно проблема. Но это все, конечно же, касается только русскоязычных блогеров. А ведь перестали делать контент по SCP и многие англоязычные. Да, в мире в целом SCP немного растерял популярность. Возможно из-за унылости многих новых объектов. А может даже из-за запредельной драмы в фандоме. Вот даже я тут все чаще обращаюсь к прошлому фандома и к старым объектам, а не к настоящему. А может дело в том, что сам жанр хоррора несколько потерял в актуальности. Серьезно, зачем сейчас людям хоррора, когда можно читать новости? Ощущения в принципе те же. Из англоязычных более-менее определенно на эту тему высказался профессор Люциус. В своем последнем ролике он прямо сказал, что многие каналы по SCP меняют тематику. Потому что в последнее время им сложно одержаться на плаву. И если посмотреть на его последнюю статистику, становится понятно почему. SCP теперь просто недостаточно популярен. Для того, чтобы видео по нему делали целые анимационные студии. И вот они и просто слазят с дохлой лошади. Плотва больше не пошевеливается. Те же авторы канала SCP Хроники теперь делают совершенно другой контент. Канал личный дневник со всякими странными историями типа из жизни. Да, мы дошли до того, что делать что-то по SCP стало попросту невыгодно. Значит ли это, что видео по SCP перестанут выходить совсем? Нет, конечно, это значит, что видео по SCP снова будут делать видеоблогеры. И просто обычные фанаты этой вселенной. Они считающие каждую копейку студии. Мы с вами наблюдаем за тем, как в области контента по фонду наступает новая эпоха. Как говорится, король мертв. Да здравствует король. Но кроме каналов анимационных студий, недавно пропал оригинальный канал сериала «Заключение», который вёл всего один человек, известный как Лорд Банк. Ему, конечно, иногда помогали с анимациями отдельные люди. Но в целом это всегда был авторский проект. И вдруг он пропал. Что происходит? При этом этот автор не просто перестал вести канал или удалил видео. Он пропал с ютуба полностью. Остались, конечно, перезаливы и переводы. Но оригинальный канал попросту не существует. Что вообще произошло? Лорд Банк известен тем, что создал 8 серий сериала «Заключение» в 7 эпизодах. И почти 3 года люди ждали 9 серию. То есть 8 эпизод. Новостей очень долго не было. И вот недавно вместо долгожданной серии вышло нечто крайне странное. Я прямо очень далёк от разного рода поборников морали. И не думал, что когда-то скажу такое слово на этом канале. Но то, что показал Лорд Банк вместо 8 эпизода, это пошло. Это было крайне тупо. Это был кринж. Это было мерзко. И это было совсем не то, что люди ждали 3 года. И не только ждали, но и щедро донатили деньги автора, но уже 9 по счёту шедевр. Реакция на этот кусок анимации была настолько негативная, что автор просто удалил свой канал. И после этого перформанса у людей в голове появился один закономерный вопрос. А что это вообще был-то? Тем более поначалу всё смотрелось довольно неплохо. Новый эпизод обещал быть привычным нам приключениям Коннора в фонде особых условий содержания. Были намёки на то, что там будет SCP-682 «Живучая рептилия». Один из наиболее популярных объектов фонда. Как я говорил, большую часть серии Лорд Банк делал сам. Однако в какой-то момент к нему присоединился некий человек, известный как Реон. Казалось бы, хорошо, два человека сделают больше, чем один. Но да, этот Реон – это человек с крайне тёмной историей. Именно он повлиял на Банка таким образом, что вместо нового эпизода вышло, что вышло. Странно вообще, что этот Реон так сильно повлиял на автора сериала. Но его воздействие этим не ограничилось. За время их знакомства Лорд Банк, скажем так, стал Леди Банк. И сошёл, вернее, сошла с ума. Причём весьма так капитально. Насколько я понимаю, его текущее ментальное состояние просто не позволяет ему работать над мультфильмом. О взаимосвязи этих событий как-то говорить не берусь. Но вот такие факты. При этом Банк умудряется во всём поддерживать этого Реона, который развлекается тем, что обвиняет окружающих людей в достаточно серьёзных преступлениях. Откуда только такие мутные типы берутся? Погружаться в эту историю глубже у меня особо нет желания. Если попытаться найти что-то про этого Реона, там уже контент для того чувака с вертолётом на аватарке. Почитав несколько текстов с этой ситуацией, у меня в итоге такое чувство, что я залез куда-то в канализацию и встретил там дерьмодемона лично. После всей этой драмы какой-то анонимус выложил на реддите интересный пост. Внезапно это было содержимое жёсткого диска Лорда Банга с наработками по восьмому и девятому эпизоду, по которым видно, что работа над нормальным восьмым эпизодом велась. Более того, среди этих файлов был даже нормальный тизер. Восьмого эпизода с заседанием Совета О5. По девятому эпизоду среди этих файлов тоже немало материалов, из которых видно, что автор работал сразу над двумя эпизодами. Более того, в видео с ответами на вопросы, которые тоже есть среди файлов, он говорит, что запланировал снимать целый сезон. То есть нельзя сказать, что у автора был какой-то творческий кризис. Напротив, произведение, которое сделало его популярным и приносило его неплохие деньги с Ютуба и Патреона, вполне себе удавалось автору. Если хотите покопаться в этих материалах, оставлю ссылку в описании. А вообще все эти события, конечно, выглядят просто крайне странно. Что я ещё могу сказать на эту тему? Следите за полоской своего ментального здоровья. Не позволяйте разного рода поехавшим влиять на вас. И помните, меметическая угроза реальна. Всем пока!